Надо дальше изучать веды. То есть, во-первых, надо дать женщине возможность жить нормально. То есть, она ни в чем же не виновата. То есть, ты сам ее замучил, родил ей еще одного ребенка, вернее, ребенка. В общем, надо дать ей возможность спокойно жить. Дать ей свободу, возможность спокойно жить. Каждая женщина должна иметь мужа. Не надо ее мучить. Слово «мой ребенок» здесь не совсем уместно, потому что «мой ребенок» означает, что я ему даю полную заботу, даю ему полное сердце, отдаю ему всю свою. Если это невозможно, тогда слово «мой ребенок» здесь не полноценно, неуместно, потому что мы можем нарожать эти 50 детей с разных женщин, и они все должны жить полноценной жизнью. Это означает, что у них появятся мужья, а это значит также, что ребенок будет называть их папа. И это нормально. Веды говорят, что отцом ребенка является тот человек, который дал ему заботу, который дал ему образование, заботу, вложил его в него в свои силы. А тот, кто зачал, он на втором месте после этого. То есть зачатие не является основным критерием того, что ты отец. Больше того, в ведической культуре даже отдавали детей, допустим, многодетные семьи отдавали ребенка родственникам, у которых не было детей. И этот ребенок считался уже ребенком этой семьи, куда бы он был отдан. Не ребенком, где он был зачат, а туда, где бы он был отдан. Поэтому не надо думать, что это мой ребенок. Мой ребенок означает, что я даю ему полную заботу, и любовь, и ответственность. А также означает, что я даю его матери полную заботу, ответственность. То есть если у матери есть человек какой-то, то не надо мешать ей общаться с ним, потому что есть шанс, что ребенок получит отца себе. Ну вот такой ответ. То есть а вообще почему так? Потому что прежде чем прыгать в постель, надо думать сначала головой. Так что здесь то есть метод H. Посидимость KEYS